Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Поводом к сегодняшней нашей передаче послужило необычное событие, которое грядет. В нашем городе 23 числа состоится открытие Кубка Митрополита Самарского и Сызранского Сергия под Зюдо. Мы сегодня встречаемся с одним из организаторов этого турнира, священником, настоятелем храма святителя Спиридона Тримефунского, отцом Иоанном Моховым. Здравствуйте, батюшка! Добрый день! Ну, вы принесли с собой афишу, давайте мы ее сразу и покажем нашим телезрителям. Вот такой вот красочный плакат можно будет увидеть в храмах, пусть он вас да не смущает, те, кто ходят в храм. Действительно, открыт турнир под Зюдо и действительно с благословением митрополита Самарского и Сызранского Сергия. Ну, первый вопрос, и он, наверное, естественный у большинства наших телезрителей. Почему под Зюдо, почему так неожиданно вдруг какое-то внимание к спорту митрополит Самарский и Сызранский проявил? История этого мероприятия вообще относится не только к городу Самаре, но и к Москве. Мы знаем, что патриарх московский в Сеарусе Кирилл еще до избрания на пост главы русской прославной церкви, будучи митрополитом смоленским и калининградским, уделял внимание спорту персонально. Он сам участвовал в определенных видах спорта, ну, понятное дело, любительское отношение было, но показатель был тот, что уделял внимание развитию и душе, и духу, и телу. И когда он стал патриархом, мы знаем, что была организована, удивительно, на мой взгляд, впервые в истории, спортивная поддержка в стране церкви, определенный виду спорта. В частности, состоялся кубок патриарха по русскому хоккею с мячом. Святейший патриарх поддерживает уже в течение семи лет, по крайней мере, вот эти зимние соревнования, которые проходили не только в Москве уже, но и по всей России проходят, вот они были сильные по счету. Почему кубок патриарха по русскому виду спорта, русский хоккей с мячом? Здесь, понятное дело, некий такой хороший смысл слова, здоровый патриотизм, нельзя забывать свои национальные виды спорта. Но это с одной стороны. А с другой стороны, патриарх действительно понимает, что молодежи необходимы развитие, развитие и физическое, и духовное, оно должно совместно идти. В принципе, даже монашеская есть такая поговорка, молитва и труд, все перетрут. То есть человеку необходимо и молиться, и физически себя развивать, ну, по крайней мере, нагружать себя, чтобы не было свободного праздного времени. И вот по желанию патриарха даже создана была на последней сессии Священного Синода в 2015 году комиссия по спорту и физкультуре, которую возглавил епископ Выборгский Игнатий. И, скажем, следом за Москвой мы спросили благословение у нашего митрополита, потому что в синодальном постановлении указывалось на то, что желательно митрополием создавать такие комиссии. А мы сегодня входим в различные сферы жизни, мы это имеем в виду русская православная церковь, не потому что мы хотим этого, или церковь навязывать себя везде и всюду. Это больше, на мой взгляд, желание тех же самых православных людей, которые являются прихожанами, чтобы священник и к ним туда пришел. Ну, простой пример, с которым сталкивается практически каждый священнослужитель, так сказать, мы не только освящаем квартиры, дома, где люди живут, чтобы жилище было свято, школы, больницы, предприятия, какие-то магазины, там, почтовые отделения, что только в данном случае не просят осветить. Зачем? Ну, пришли вот священники, помолились, благодать присутствует там. И мы сегодня, опять же, так сказать, часто бываем, в хорошем смысле, гостями в школах, в учебных заведениях, желают, в частности, и директора, и учителя, чтобы священник пришел, благословил. Начало учебного года. Были освящены аудитории. Ну, недалее, как на прошлой неделе, у меня есть подопечные школы-интернат номер 117 для детей слабослышащих, глухих. Для них это традиционно. Они просят, чтобы раз в полгода в священниках был у них, чтобы осветить все. А не понимаю, какая колоссальная нагрузка на педагогов, вообще, сам по себе, преподавательская корпорация этого интерната. Ну, это подвижники, на мой взгляд, потому что дети очень сложные. Плюс сегодня сложилась ситуация такая, что если дети немножко, скажем, не так слышат, это уже их в какой-то степени, так сказать, ну, контингент. А это часто не так слышат и аутентисты, и ДЦП дети, и, скажем, какие-то беспризорники, и таких к ним отправляют. И дети с трудных семей. Ребенок просто не хочет не то, что он не слышит, но не хочет слышать то, что ему говорят, и к ним отправляют. И вот директор этой школы, он считает, что без Божьего благословения, без участия церкви в их делах они к этому ничего не сделают. И вот мы столкнулись с тем, что совершенно нормально, когда наши, не просто там русские православные люди, просто наши сограждане православные любых национальностей получают благословение перед добрыми делами. И посмотреть на последние Олимпийские игры, которые проходят в разных частях света, наши олимпийцы перед тем, как лететь куда-то соревноваться, получают благословение. Причем это же непринудительно, добровольное желание. Практически вся команда приходит взять благословение священнослужителей. Но если там, может быть, присутствуют мусульмане, значит, они, наверное, идут в мечеть, там, в муле. Об этом мы не знаем, но знаем точно, что сами по себе олимпийцы в большей части – это православные люди. У них есть даже духовник. В нашей сборной есть духовник. А если взять 2014 год, Олимпийские игры, которые проходили в Сочи, там один из ключевых объектов, который был построен не для антуража, не для красоты, и не для, скажем, иностранцев, когда пришли посмотреть, вот есть такие русские какие-то, ну, скажем, картинки этнические. Там был построен храм. Храм очень похож по своей архитектуре и по внешнему обранству на храм, находящийся на Красной площади святого Василия Блаженного. Он очень такой яркий, праздничный, радостный. Вот. И это не картинка с выставки. Потому что вот он есть, пришли по фотографии, все вышли. Он действительно действующий храм. И он был наполнен людьми, вот, казалось бы, в эти, для болельщиков праздные дни, для спортсменов очень тяжелые дни, был наполнен молящимися. То есть каждый день там проходил божественные литургии. И приходили спортсмены за благословение. Причем приходили спортсмены не только команд, скажем, ну, понятно, скажем, нашего там постсоветского влияния, там, братские и славянские республики. В храм приходили те, скажем, кто исповедует Христа, не будучи даже православными. Там были католики в храме, протестанты заходили. Ну, да, потому что других нету. Религиозных зданий, да, учреждений. И, опять же, так сказать, те, кто соревновались между собой, вот, если люди приходят в состоянии духа благого, да, не христиане, я думаю, что не будет агрессии, не будет какой-то ожесточенности. Наверное, так оно и было. И, исходя из этого, мы уже, зная о том, что внимание очень большое патриарха к спорту, не только к молодежи, молодежному служению, мы спросили благословение, владыка дал добро. И вот, если, скажем, смотри по датам, то в декабре 2015 года митрополитом Сергием было благословено создать тоже комиссию по делам спорта и физкультуры, вот, которые меня назначили. Я являюсь руководителем этой комиссии. И первое, скажем, дело, вот, кто откликнулся, когда было-то объявлено, что создана такая комиссия, вот, ну, откликнулась первая, это дзюдоисты. Дзюдоисты, понятно. Пробежимся еще бегло по афише. Тут вот написано, что этот открытый турнир посвящен 180-летию со дня рождения архиепископа Николая Касаткина, Николая Японского. Почему именно к нему, его имени приурочен этот турнир? Я думаю, что наши телезрители вряд ли знают о его житии. Может быть, хотя бы кратко напомнить, вот, чем он так примечательен, что именно ему посвящается турнир под дзюдо. Помимо того, что дзюдоисты обратились к нам с предложением подписать широкое соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Самарской епархии и, значит, федерации дзюдо Самарской области, было предложение, чтобы в рамках этого соглашения провести какое-то спортивное мероприятие. На сегодняшний момент таких мероприятий не так уж и много. С одной стороны, это Кубок Патриарха, который ежегодно проходит в Москве или в тех городах, откуда были команды победителей. Еще буквально два мероприятия таких глобальных прошло сразу после подписания соглашения в Москве, вернее, о создании комиссии в Москве. Эта зимняя спартакиада была в Уфимской метрополии, в Башкортостане. Она прошла несколько спонтанно, потому что в декабре подписали, а в январе уже всех пригласили участвовать. Там участвовали спортсмены, немножко разбег такой от 14 до 35 лет, вот молодые люди. Ну, в общем, да, с одной стороны, это вызывает удивление и усмешку, потому что, ну как там 14-летние мальчишки на лыжах будут соревноваться с 25-летними профессионалами? Сложно все это было. Ну, самое главное, первый блин был. Надеемся, дальше у них там в Башкирии будет лучше все проходить. Второе мероприятие, которое было летом, это в Выборгской епархии проходил турнир по волейболу. Ну, правда, единственное, что он был областной. Там собирались команды с области, вот, среди молодежи. Прошел достаточно, мне кажется, неплохо. Ну, и вот тут мы выходим с этим предложением провести Кубок Митрополита. Откровенно скажу, что предложение, которое прозвучало от нас разным спортивным направлениям, вот, здесь и хоккеисты об этом знают, и футболисты, и боксеры, там, и другие, скажем, представители, ну, скажем, кто возглавляет у нас федерацией того или иного вида спорта. Вот именно взять на себя полностью обязательства по финансированию, по каким-то вопросам организации, ну, вот, в первую очередь, скажем так сказать, ну, действительно реально вот Самарская Федерация по дзюдо, так сказать, скажет, что это нам по силам. Это большой вопрос, на самом деле, большой сложный вопрос. Сегодня 23 региона откликнулись, больше 300 спортсменов будет выступать. Вопрос стоит, почему, опять же, дзюдо, да, должно быть обоснование. Если вспомнить историю Японии и России, конца 19 века, начала 20 века, отношения были сложные, достаточно. Но наша русская миссия в Японии, наверное, самая успешная среди других христианских миссий. Почему? Потому что миссионерство туда направилось в середине 19 века. И романах Николай Касаткин, который только вот закончил Академию Санкт-Петербургскую, который, как он пишет в дневниках, никогда не представлял, чтобы служить в страну варваров, чтобы проповедить слово Христа этим людям. И вот он туда прибывает, вот, допустим, мы возьмем его в житие. Для него это чужая страна, варварская страна, со странными обычаями. То есть сегодня обывателю заказать суши, роллы, там, палочками, все это есть, как настоящий завзятый японец, это нормально. Тогда для него, там, увидеть, как люди, это сырую рыбу какими-то палочками, ходят на деревянных, так сказать, как говорится, там, брусках каких-то, это обуви даже не назовешь, как они одеваются. И сама по себе речь даже, ну, в отличие от европейской речи, то, что ухо режет, и по сердцу было им не совсем привычно, неприятно, наверное. Он видел везде агрессию по отношению к себе. Японцы тоже всех воспринимали, европейцев, как варваров и дикарей. А взаимной была неприязнь. И вот святитель, будущий святитель Японии, просветитель Японии, он попытался эту страну не просто понять, он постарался ее полюбить, вместить в себя, пропустить через свое сердце, через все фибры души. И его вот лозунг «Побеждая любовью», ну, его девиз даже, так мы скажем, эти слова, с которыми он жил. Потому что многие миссионеры, которые приезжали ему в помощь, они не могли оставаться в Японии, они уезжали. Говорят, ну, как это возможно с этими людьми? Они такие странные, они такие, как все, то есть они не похожи на одну европейскую нацию. Даже на китайцев они не похожи, с которыми мы там общались. Но святитель говорил, что если ты их полюбишь, то сможешь все. И недаром за практически 50 лет своего миссионерского служения на японских берегах он приобрет более 30 тысяч человек христиан. Построены были храмы, целый собор был построен, который сегодня сохраняется. Вот, миссионеры, священники, там им руководство полагались. Один епископ вырос у него и стал миссионером после него. И он создает там семинарию. Очень интересно, что святитель Николай уделяет внимание тому, чтобы те, кто будут просвещены светом Христовой веры, получили правильное, именно, скажем, восточное церковь, христианское образование. Потому что на тот момент там были протестантские миссионеры, католические. И святитель Николай понимал, что Япония должна получить именно православную веру, именно то христианство, которым обладал на тот момент Российская империя. И впервые среди других учебных заведений Русской Православной Церкви святитель Николай видит важное внести в дисциплину физические нагрузки. У нас на сегодняшний момент, в принципе, тоже этого нет нигде. Чтобы в семинарах, допустим, была дисциплина физкультуры. Ну, или как-то назвать там, вот, как, ну, скажем, внеучебных занятий, там, где-то, как-то, самостоятельно, люди ходят, может, какие-то секции тренируются. Святитель Николай считает, что необходимо внести, дабы дисциплинировать и тело, не только дух. Почему выбирает дзюдо? Ведь на тот момент существовали и другие виды единоборства в Японии. Ну, там, условно, может быть, я всю историю не знаю, ну, там, айкидо, джиу-джитсу, карате, там, еще какие-то виды спорта. Дзюдо очень близко было по своим заповедям. Вообще, сама по себе история единоборств Востока, она предполагает определенную философию. Там только, если вы рассматриваете как физические нагрузки, но даже сами японские мастера смеются иногда над европейцами, говорят, вы хорошие, говорит, спортсмены, ну, там, например, плохие каратисты или плохие дзюдоисты. Почему? Потому что у вас это только спорт, это вот тело только. А тут работает и душа. И святитель Николай, коснувшись заповеди, ну, там, допустим, есть такие заповеди, которые, ну, практически являются аналогом наших заповедей, даже десяти заповедей. Там, пятая заповедь наша — почитание родителей. У них есть почитание, уважание родителей старших. Старший всегда прав. Заповедь, которая говорит у нас не лжесвидетельство девятую, у них есть заповедь «никогда не обманывай, не лги». То есть, если ты занимаешься дзюдо, ты не имеешь права, там, сказать, говорить неправду. И вот подобные близкие вещи, вот, они привлекли непосредственно внимание святителя Николая. И он, общаясь с основателем вот этого вида единоборств, вот, он предлагает внести вообще в расписание занятий этот, ну, скажем, спортивный предмет. И самым, скажем, наверное, отдаленным из учеников был Василий Ощепков, сирота, который приехал с Сахалина к нему туда учиться, в Японию. Его оценили по достоинству. Вот, он отучился в семинаре, после этого учился в японских школах дзюдо. Ну, а потом уже, после, скажем, событий, связанных с революцией в нашей стране, гражданской войны, в 20-й год возвращается в Россию и создает уже здесь отделение по занятиям дзюдо. И вот святитель Николай, получается, он открыл для России дзюдо, увидел его пользу и благословил. Причем, скажем, будучи неким таким новатором, вообще того, что неплохо бы семинаристам его изучать. Ну, вот, и изучали. У нас не так много времени остается, батюшка. Вот еще одна фраза, которую вы уже сегодня сказали, это такой девиз от святителя Николая, «Побеждая любовью». У многих людей, и меня очень часто спрашивают, задают этот вопрос, касательно занятия спортом, как вот вообще совмещается дух соревнования, соперничества, и в то же время, ну, это все-таки единоборство, то есть здесь, ну, может пролиться кровь, может не пролиться кровь. И как это вообще совмещается с христианской любовью? Вот как это совместить? То есть, что человек идет и занимается, он... Правильно ли я понимаю, кстати говоря, что в этом турнире будут участвовать не только православные, то есть это не православный турнир Кубка Митрополита, здесь будут, скорее всего, и других религиозных исповеданий, или нет? — Мы не ставили своей задачей ограничить спортсменов по религиозному их определению веры. 23 региона, кого они поставят? Они выставят своих лучших, скажем так, бойцов до 15 лет. Это, в общем, занимаются подростки, дети. Это было, значит, одно из условий, которые дал владыка-метрополит. Возможно, чтобы занимались, вернее, провели соревнования, в которых будут участвовать, да, это молодежь, это не взрослые, там, скажем, спортсмены, первое. И второе — это мальчишки. Хотя там и девчонки занимаются, да, владыка благословит, чтобы только в данном случае юноши были, которые здесь будут заниматься. Первый момент. Второй момент. Кого нам, значит, 20-то религиона, кто приедет от них? Ну, если лучше, они не имеют значения, какой национальности и веры. Третье. Он называется открытым областным турниром. Как бы определяется, что область, на самом деле, не только область, даже есть, скажем, представители ближнего зарубежья. Из Казахстана приезжает 20 спортсменов. Мы здесь в данном случае не ставим перед собой задачи разграничать по признаку веры. А вот то, что они между собой будут заниматься, вернее, будут между собой соревноваться, но это соревновательное действие. Важный такой момент, наверное, как бы для всех, чтобы было понятно, что мы не пытаемся, скажем, обознать, что дзюдо только для православных. Дзюдо для наших детей. Сегодня дети, они ведь до такой степени, к сожалению, часто физически не хотят развиваться, не готовы находиться в виртуальном пространстве, в виртуальном мире сколько угодно, и поэтому время уже для себя не находят. Поэтому задача, вот я говорю, почему, опять же, еще вот, ну, жалко, короткая у нас передача, мы не успеваем все охватить. Задача, которая ставится для многих священников, к митрополитам, детей, ну, вот, оторвать. Где-то сначала было от темных улиц, ну, вот, спасти от возможного, так сказать, попадания в зависимости от наркотиков. Вот, а сегодня вторая проблема. Вместо одного наркотика пришел другой. Сегодня пришел виртуальный мир, интернет, который поглощает человека. Вот митрополит, он тоже желает, чтобы человек развялся во всех сверх, насколько возможно, таланты, которым дал Господь Бог. Его, и одно из любимых детищ, это детский ипорхиальный образовательный центр, в котором на сегодняшний момент занимается порядка 16 тысяч человек детей. Чем они занимаются? Декоративно-прикладное искусство, там, вокально-музыкальные какие-то направления. Но есть и спортивные секции, потому что, ну, не все там умеют петь. Кому-то, как говорят, медведь на ухо наступил. А кто-то в этом плане, вот как Василий Ощепов, может проявить свои спортивные таланты и вырасти до какого-то, там, спортсмена, может быть, даже чемпиона. И поэтому мы предлагаем заниматься всем, потому что дети, они наши общие, живущие в нашем государстве. Ну, то есть в этом смысле, побеждай любовью, наверное, в большей степени побеждай не соперника, а, может быть, даже побеждай самого себя. Конечно. Ну, вот, побеждай любовью. Ну, вот у нас подходит время потихонечку к концу. Давайте мы еще раз, может быть, скажем о сценарном плане мероприятия, да. То есть когда, куда приходить, я так понимаю, вход свободный, то есть при желании можно просто прийти и понаблюдать, необязательно участвовать. Когда, куда и приходить. 23 сентября официально начинаются соревнования. С утра с 8 часов спортсмены собираются в МТВ-арену, с 9 часов, как прошло взвешение, начинаются поединки. Поединки будут идти до 16 часов. С 16 часов мы ожидаем посещения этого мероприятия для нас главных гостей, ясно, и, скажем, организаторов турнира. Должен быть митрополит наш Самарский Сызанский Сеянгий. Ждем губернатора. К 17 часам все собираются гости, которые открывают это мероприятие. В 17 часов начало открытия. Что это будет? Это некая музыкальная, хореографическая постановка, подобная тому, как мы увидели на Олимпийских играх. Как на многих спортивных соревнованиях, мощного такого глобального масштаба, бывает некое действие, которое обозначает, что это и почему. Почему святитель Николай Японский, почему митрополия Самарская, почему патриарх. Само по себе вот эта постановка фактически такого театрализованного характера будет 40 минут. То есть с 17.00 до 17.40. После этого митрополит открывает эти официальные соревнования и победителей первого дня награждает наградами. Первое, второе и третье места, естественно. Далее, после 17.30, 17.40 награждения, после, соответственно, 18.30 еще порядка полутора часа будут проходить соревнования. А далее, на следующий день, 24.00 числа, точно так же, с 9.00 утра начнутся поединки, ну и где-то к 17.00 они закончатся. Должен быть награждение второго дня. Поэтому, если кто желает попасть на основное действие, посмотреть действительно вот это музыкальное, в хорошем смысле шоу, хореографическое шоу, да, к 17.00 часам ждем, если посмотреть на сами по себе поединки между спортсменами, то с 9.00 до 19.00, 23.00 числа, и, соответственно, 24.00 с 9.00 до 17.00 часов. Спасибо, батюшка. Время нашей передачи подходит к концу. Мы не сказали только, где это все будет происходить. Это все будет происходить в МТЛ-арена советской армии 235А. Вход свободный. Приводите своих детей, пусть они смотрят, может быть, в том числе проявят интерес, если впоследствии сами изъявят желание пойти и заниматься спортом не только для укрепления собственного тела, но и собственной души. Храни всех вас Господь. До свидания. До скорых встреч. Впервые в истории отечественного дзюдо по благословению митрополита Самарского и Сызранского Сергия Самарская региональная общественная организация Федерации дзюдо представляет открытый турнир среди юношей в возрасте до 15 лет, посвященный 180-летию со дня рождения святителя Николая Японского кубок митрополита Самарского и Сызранского. 23 и 24 сентября на татаме МТЛ-арены пройдут поединки лучших молодых борцов России. Торжественное открытие соревнований в пятницу 23 сентября в 17.00. Финальные поединки в 18.00. Финальные поединки в 18.00. Финальные поединки в 18.00. Финальные поединки в 18.00. Продолжение следует...